Всем привет, вы на канале Суперкит. M.2 SSD с интерфейсом подключения PCI-Express греются гораздо сильнее, чем их сородичи, у которых интерфейс подключения SATA. Да и чем обычные SATA SSD также. Конечно, если говорить про ноутбуки, то в силу маленького замкнутого пространства, там трудно что-то придумать. Но если мы говорим про системный блок, то здесь вариантов с системами охлаждения предостаточно. Не так давно, купив себе такой SSD, тесты которого можно посмотреть в отдельном видео, я лично убедился в высоких температурах, которые достигали 60-70 градусов. Именно об уменьшении температуры таких SSD и пойдет речь в этом видео. Для этого я приобрел три радиатора. Да, кстати, немного ликбеза, потому что тема актуальна и под моими видео о замене проца, да и просто про компы у многих реально подгорело. И мне начали писать, что я неправильно называю радиатор. Типа правильно, это кулер. Другие пишут, что вентилятор это кулер. Так вот, ничего в жизни не поменялось, и кусок железа, который был предназначен для отвода тепла, как назывался радиатором условных 30 лет назад, так и сегодня, в том числе и компьютерной техники, называется радиатором. И никакой он не кулер. А кулер, если забыть, что это автомат для воды, обычно установленный в офисе, это система охлаждения, которая состоит из нескольких элементов. И вот, как пример, совокупность вентилятора и радиатора, это и есть кулер, либо, более привычными словами, та самая система охлаждения. А то, что некоторыми принято называть радиатор кулером, то это неправильно. Поэтому отвыкайте и не пытайтесь учить этому других. Вроде бы не в каменном веке живем, а все равно системно появляются новые зрители, которые норовят мне написать про то, что радиатор это кулер. Так вот, про радиаторы. Один из них имеет внушительные размеры и вес, в сравнении с SSD. Явно предназначен для охлаждения очень сильно греющихся устройств. В комплекте имеет термопрокладку, очень, кстати, прикольная на ощупь. Сверху пленка, именно ее касаюсь, и структура термопрокладки, что-то типа продающихся сейчас антистрессов, а также пару резинок для крепления. Получится или нет такой использовать в конкретном случае, и не мешает ли там кому-нибудь что-нибудь, это уже должен разбираться непосредственно тот, кто будет себе это устанавливать. Цель этого видео посмотреть на возможности данной штуковины. Его бы я назвал эффективным. Следующий поставляется в коробке с кучей вспомогательных элементов. Весьма прикольный и оригинальный. Предназначен для жесткого крепления на SSD накопителе посредством соединения самого радиатора с пластиной, которая должна располагаться с обратной стороны от твердотельника. Точно никуда ничего не отвалится. При этом защищает и обратную сторону SSD. Более того, если чипы памяти будут и с той стороны, то между ними и этой пластиной тоже можно проложить термопрокладку. Их тут несколько в комплекте, видимо как раз для таких случаев все и предусмотрено. Это явно принесет пользу. Данный радиатор я назову кодовым словом практичный. Последний из того, что я заказал, вот такой совсем маленький. Если честно, я не досмотрел его длину. Он получается на более короткие М2 диски. И на размер я не обратил внимания. Слишком обманчива была фотка в описании. В принципе, с одной стороны, это можно частично компенсировать дополнительным маленьким радиатором, который у меня есть. Но с другой стороны, самый греющийся элемент это контроллер. Ничего не мешает установить все так, чтобы именно контроллер был под радиатором. Данная штука бывает разной толщины. Я заказал на 4 мм. Это самый максимум того, что я видел. А есть еще на 2 и на 3 мм. Его бы я назвал как миниатюрный. Кстати, значится как медный, а два предыдущих алюминиевые. Но кроме материала важна общая площадь, которая создается за счет количества и высоты ребер. И здесь все было завязано на толщине. Поэтому вес, как у предыдущего, но площадь ребер меньше и эффективность ниже. Однако и цель его совсем другая. Предлагаю в таком же порядке и устанавливать их. Крепить радиатор к SSD можно посредством резинок, а можно, как пример, с помощью пластиковых стяжек. Любой из этих способов позволит продеть, что резинку, что стяжку, что корпус радиатора конструктора, между платой и твердотельным накопителем. Можете видеть, в какой бы разъем я не вставил, и на переходнике в PCI-Express, и на переходнике в USB 3.1, зазор между диском и платой достаточно большой. Даже с запасом. Сначала я хотел отклеить информационную наклейку с SSD. Но, переходя к установке радиатора, у меня возникла мысль не сдирать наклейку. Я объясню причину. Купив новый SSD покупатель, получает гарантию. Любое нарушение товарного вида приведет к обнулению гарантии. На некоторые SSD в местных магазинах гарантия по 3 года, и совершенно глупо отказываться от нее. Хотя, если наклейка будет сильно все портить по отводу тепла, то придется ее убрать. В общем, посмотрим. Как минимум, для начала тест в таком виде. Первым устанавливаю самый большой радиатор, который я назвал эффективным, исходя из технических параметров. Для теста буду копировать около 60 гигабайт, и пока они копируются, буду отслеживать температуру. И программой, и пирометром одновременно, в одном цикле записи. Как видно, температура практически одинакова, в обоих способах измерения она не достигла даже 40 градусов. Учитывая, что охлаждение пассивное, а также тот факт, что я не снимал наклейку с информацией с SSD, очень отличный результат. Именно он и убедил меня окончательно не снимать эту наклейку. Я не верю, что разница может быть существенной. Во-первых, у меня в комнате температура 25 градусов, что означает, что ниже этой границы температура уже быть не может. Во-вторых, внутри системника она еще выше в принципе. Поэтому было бы вместо 38 градусов, например, 35. Особо ниже точно не было бы. Все-таки такой SSD прилично тепла выделяет. Эти 3 градуса точно не стоят потери гарантии. Поэтому я не рекомендую и вам снимать наклейку в таком случае. А термопрокладка, кстати, легко снялась, не повредив внешний вид SSD. Теперь практичный радиатор. Скорее всего, температура с ним будет выше, но на сколько посмотрим. После установки выглядит все монолитно, как будто твердотельник в коробке. Продолжение следует... Температура опять одинакова, значит, достаточно точно отображается в обоих случаях, так и не достигнув значения 45 градусов. Опять же, ну пусть на 3, даже на 5 градусов будет ниже без наклейки. Смотрите сами. Если у вас такие накопители, которые и больше греются, чем мой, то тогда лучше использовать просто самый эффективный радиатор, но не нарушать внешний вид. Благо, корпус компа позволяет это сделать. Если все же температура с радиатором переваливает за 50 градусов, то можно и рискнуть снять наклейку. Все на ваше усмотрение. Самый тонкий. Он же миниатюрный радиатор. Меньший в размерах, зато медный. Почему меньше, понятно, чтобы вместить его в очень ограниченное пространство. Но лучше такой, чем никакого. Со стороны касания с накопителем у радиатора приклеена термопрокладка. Нужно снять защитную пленку перед установкой и просто приклеить в нужное место. К этому радиатору даже резинок не было в комплекте. Очевидно, что производитель уверен в том, что он не отвалится. Я на всякий случай все же зафиксирую с помощью обычной канцелярской резинки. Программа зафиксировала максимальную температуру в данном случае в 54 градуса. А пирометром я нащупал максимум 49 градусов. В данном случае гораздо больше для снижения температуры помогли бы большие размеры радиатора. Если бы был бы покрыт весь твердотельник, я думаю за 50 градусов температура бы не вышла. Что для таких размеров также неплохо. Всяко лучше, чем 70 градусов. Правда, если бы пространство было бы меньше, как в ноуте, то непонятно, какая бы была сила действия данного куска металла. Как я понимаю, данный вариант охлаждения как раз для ноутов. Но опять же, нужно смотреть каждый конкретный случай. Вполне возможно, что влезет далеко не в любую модель ноута. В принципе, еще до заказа я представлял, какой из радиаторов оставлю в реальное пользование на своем SSD-шнике. Результат тестов закрепил мое мнение. После 60-70 градусов получил до 45 градусов при долгом копировании. Я боялся, что резинки ненадежно зафиксируют радиатор, но скажу, что это не так. Термопрокладка мягкая и липкая, радиатор вдавливается и прилипает к ней. По такой поверхности он точно не будет скользить. Резинки нужны лишь для того, чтобы под собственным весом этот охладитель не отвалился под действием силы тяжести. Так что все вполне надежно. Кто-то вообще может сказать, что раз SSD продается без радиатора, значит он рассчитан на работу без него. А следовательно, раз достигает температуры 60, 70 или 80 градусов, то ничего страшного в этом нет. И возможно, также будет по-своему прав. Но для меня лично температура компьютерных комплектующих, при которой невозможно коснуться пальцем, нормой не является. Вот, например, переходник на USB 3.1, который тоже недавно был на обзоре, является открытым. К тому же торчит из USB. Очень высокая вероятность коснуться и получить ожог. А представьте, если ребенок схватится и выдернет такое устройство. Мой SSD достигает и 70 градусов, что я показывал в тестах. А читал я и за такие твердотельники, которые и выше грелись. Кстати, даже у меня такой был на обзоре и тоже M.2, только с интерфейсом подключения SATA. Радиаторов для охлаждения твердотельного накопителя есть множество. Кроме показанных вариантов, есть и с подсветкой, и с вентилятором. Представляю, как жужжить такой вентилятор. SSD бывают очень разные по тепловыделению. Если бы у меня с радиатором, с которым я и собираюсь использовать свой диск, температура переваливала бы за 50 градусов, то я бы, скорее всего, снял наклейку. Но абсолютно убежден, что более 5 градусов профита это точно не даст. В данном случае, как мне кажется, я выбрал золотую середину. И температуру нормальную, и товарный вид накопителя. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok